По главной улице с оркестром, ну или почти с оркестром, если считать за музыку вой сирен. Рязанские пожарные возвращаются домой из Нижегородской области с высоко поднятой головой. 52 человека и 12 единиц техники. Две недели назад, практически с ходу, группировке была поставлена боевая задача. Расчистка завалов и удержание периметра вдоль автодороги Царов Стеклянный. Эта часть заповедника горела не так сильно, как со стороны Мордовии, где было даже огненное кольцо, но без чрезвычайных ситуаций не обошлось и в этом секторе. Основная задача была защита населенного пункта, это город Царов и ближайших населенных пунктов. Наша задача была не допустить распространение пожара на населенные пункты. Личный состав с этой задачей справился полностью. Были такие моменты, когда шел верховой пожар и приходилось убирать технику, убирать палатки какие-то. То есть было такое, когда руководство на месте, которое там было, давало указание отступить. Тактическое отступление превратилось в стратегическую победу. Все очаги ликвидированы, ни один дом не сгорел, пострадавших тоже нет. За профессионализм рязанских парней уже поблагодарили власти Нижегородской области. Но самое главное, большое человеческое спасибо, говорили жители. Необычно, мне знаете, что показалось там. Как бы хотел бы выразить благодарность жителям города Первомайска, соседних городов, то есть за отношение к пожарным. То есть отношение было очень человеческое, очень ценился труд. Когда уезжали, то есть как бы реально нас как героев провожали. Двухнедельный марш-бросок в Нижегородскую область для пожарных Рязани был первым в истории. Так далеко и надолго эта аэромобильная группа еще не заезжала. Теперь небольшой отдых, многие соскучились по семьям и снова в бой. Но уже, наверное, не такой масштабный. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».